Арсенал Здравствуйте! В эфире Арсенал студии Сергей Соболь. В соответствии с планом боевой подготовки, ряд подразделений сил специальных операций, механизированных бригад и войск противовоздушной обороны совершили марш в районы полигонов и провели тактические учения с боевой стрельбой. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Радущая на бою, отрывок! Новоармейский учебный год стартовал без разминки. Тактические учения с боевой стрельбой в соединениях и частях обычно проводятся в конце учебного периода, после того, как пройден определенный курс теоретической подготовки в классах и на тренажерах. Ныне эта традиция нарушена. Но ранний выход в поле для командиров подразделений не стал неожиданностью. Первым испытанием для воинов стал марш в районы выполнения поставленной задачи. Передислокация войск проводится различными способами. Техника личный состав батальона 120-й механизированной бригады комбинированным по железной дороге и автомобильным транспортом. Дивизион 740-й зенитно-ракетной бригады 300-километровый путь до полигона Доманово проделал своим ходом. Подразделение 38-й бригады сил специальных операций марш из Бреста на обуз Лесновский полигон совершило ночью. Опыт вооруженных конфликтов показал, что подразделения становятся особенно уязвимы на марше. Поэтому отработке вопросов организации охранения колонны бригаде уделяется большое значение. Колонна аэромобильного батальона двигается по шоссе, соблюдая свето- и радиомаскировку. Все радиостанции работают только на прием. Это затрудняет обнаружение подразделения диверсионными группами противника. Охрана колонны осуществляется на земле и в воздухе. Все подразделения прибыли в район проведения тактических учений своевременно и прямо с колес приступили к выполнению боевой задачи. После 100-километрового марша из Витебска две мобильные роты 103-й бригады приступили к выполнению задач на Лепельском полигоне. Одно из подразделений выполняет контрольные и учебные стрельбы. Комплексную задачу решает вторая мобильная рота батальона. Именно с нею проводится ротное тактическое учение по ведению контрдиверсионных действий в назначенном районе. Задача подразделения – найти, блокировать и уничтожить незаконное вооруженное формирование. В качестве усиления десантникам придано отделение противотанковых управляемых ракет. Незаконное вооруженное формирование блокировано. Бандитам предложено сдаться. В ответ они предпринимают попытку прорвать кольцо, но попадают под жесткое огневое воздействие. Учения прошли на уровне, я считаю, достаточном. Но есть моменты, на которые есть необходимость обратить особое внимание, дабы улучшить качество подготовки и учесть ошибки предыдущие. Мы находимся на обуз Лесновском полигоне, который стал ареной учебно-боевых действий для двух отдельных гвардейских соединений 38-й мобильной и 11-й механизированной бригады. Несмотря на то, что подразделения проводят ротно-тактические учения независимо друг от друга, задачи, которые они отрабатывают, схожи. В то время, как слонимские гвардейцы несут службу на блокпосту, аэромобильная рота из Бреста блокирует группу боевиков. Один из главных залогов успешных действий десантников – скрытность и внезапность. Искутно подготовленная засада не дает противнику ни малейшего шанса уйти из района блокирования. Действительно, была взята обстановка для розыгрыша этапа учения, та, которая соответствует задачам сил специальных операций. Это говорит о том, что, прежде всего, командир бригады, управление бригадой понимает суть возложенных на них задач и тренирует личный состав действительно к тем действиям, которых они должны выполнять. У ракетчиков 740-й бригады, ВВС и войск противовоздушной обороны – своя задача. Надежно прикрыть с воздуха группировку на АБУС Лесновском полигоне во всех видах боевых действий. Мобильный зенитно-ракетный комплекс ОСА способен обнаруживать и опознавать воздушные цели в движении. С короткой остановки обстреливать каждую цель двумя ракетами. Когда все системы настроены правильно, а расчет обучен, успех гарантирован. Мишенями для ОСА служит не только уголковый отражатель, поднятый в небо на воздушном шаре, но и современный имитатор высокоскоростной цели. По своим характеристикам этот снаряд максимально тождественен крылатой ракете. У боевого расчета есть только несколько секунд, чтобы обнаружить и сбить такую мишень. Я более чем удовлетворен, поскольку по таким сложным целям, какие являются и ВЦ, и шар-зонд с уголковым отражателем, это достаточно сложная мишень. Из шести целей пять были сбиты прямым попаданием. Конечно, такой результат не может не радовать. После передислокации на полигон под Борисовым с подразделениями 120-й механизированной бригады проводится ротное тактическое учение. Предполагается, что неприятель готов к самым неожиданным и стремительным действиям. То есть гвардейцам для победы необходимо решить уравнение с множеством неизвестных. Командир роты готовит огневую засаду. Здесь и завязывается первый бой. Мотострелкам отведен минимальный бюджет времени, чтобы остановить и парализовать противоборствующую сторону. Каждая выигранная сейчас минута может решить исход всей операции. Рота выполняла разведывательно-ударные действия. Остражали атаку в огневой засаде. Максимально кинжальным огнем нанесли противнику поражение. Личный состав, несмотря на то, что у нас совсем недавно начался новый учебный год, он смог показать достаточно высокие навыки, в первую очередь, тактические навыки в выполнении задач. Это свидетельствует безусловно о том, что выбранная нами система подготовки личного состава частей и подразделений соответствует современным требованиям. Весь спектр задач армейских соединений и частей в ходе нынешнего экзамена сфокусирован на общей цели. Повышение боевого потенциала. А это невозможно без умения работать нестандартно, применяя разнородные силы. Каждая миссия войск – это следствие анализа предыдущих учебных операций. И объект изучения для будущих. Таков сегодня алгоритм развития армейского организма. В ходе нынешней тренировки впервые масштабно реализуются выводы, сделанные по итогам совместного стратегического учения «Запад-2013». И, похоже, военным удается найти новые рычаги повышения качества боевой учебы. Ротные тактические учения по своему масштабу и количеству участников не могут сравниться с маневрами «Запад-2013». Но боевая готовность соединений частей начинается с личной подготовки командиров и подчиненных, слаженности взводов и рот. Поэтому так внимательно наблюдает министр обороны генерал-лейтенант Юрий Жадобин за действиями всех участников учений. В целом, можно сказать, что задачи выполняются, но у нас еще впереди двое суток, поэтому мы подождем с окончательными выводами. А после завершения проведем достаточно длительный подготовительный этап обобщения результатов с тем, чтобы провести детальный разбор, указать на те недостатки, которые еще имеют место и сказать спасибо тем, кто действительно справился полностью с своими обязанностями. Напряженная полевая неделя показала, что уровень подготовки всех участников учений достаточно высок, а выявленные недочеты будут устраняться в ходе повседневной боевой учебы. В соединениях Белорусской армии прошли торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнениям. Территориальный принцип комплектования позволяет многим из них служить в войсковых частях, носящих почетные номинования родных городов. Наша съемочная группа побывала в 86-й Волковыской бригаде связи. На плацу соединения в одном строю военнослужащие 86-й бригады связи, 62-го центрального узла и 297-го узла фельдъегерской связи. Рядом выставлена боевая техника, которую предстоит освоить молодым солдатам. Все, конечно, волнуются, ведь такое событие случается не каждый день. Петрович, торжественно клянусь быть преданным своему народу. Новобранцев 86-й Волковыской краснознаменной ордена Александра Невского бригады с принятием присяги поздравил лично министр обороны генерал-лейтенант Юрий Жадубин. Точно хорошо собрал служить? Да. Ну давайте нас сфотографируйте, обещай. Хорошо служить. В июле 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего за успешное обеспечение связи в ходе боев по освобождению города Волковыска бригаде присвоено почетное наименование «Волковыска». Призывники из этого райцентра Грудненской области стремятся служить именно в своей части. Рядовому Александру Лошкевичу, можно сказать, повезло. Да, да, в свою часть, потому что это гордость у нас в Волковыске служить воинской части нашей. Я присутствуя на этом большом празднике, знаете, я была горда. Была горда тем, что вот среди таких стройных, высоких, исключительных парней, защитников, в строю мой сын. Я вот как мама очень переполнила такими хорошими эмоциями, положительными только, потому что все-таки защищать родину – это гордо. Не каждый может. Я считаю, что это избранные люди наши. Прохождение маршем перед родными и близкими, мир и покой которых они отныне защищают, добавляет особый смысл торжественной клятвы. По традиции, день принятия военной присяги во всех воинских частях – выходной. В свое первое солдатское увольнение новобранцы уходят прямо с плац. К вечеру молодые солдаты вновь вернутся в расположение своей бригады, чтобы учиться военному делу настоящим образом и подтверждать ратными делами верность присяге и солдатскому долгу. Вопросы комплектования национальных вооруженных сил периодически обсуждаются обществом во многих странах мира. Предлагаются самые радикальные решения вплоть до отмены призыва на срочную военную службу. Своё мнение по этому и другим актуальным вопросам высказал в беседе с нашим корреспондентом доктор военных наук, профессор Николай Васильевич Карпеленя. Карпеленя Николай Васильевич родился 12 августа 1960 года в деревне Деречино Минской области. В 1982 году окончил Ростовское высшее военное командное училище имени маршала Неделина. Службу проходил на различных командных должностях в соединениях ракетных войск стратегического назначения. В 1993 году с отличием окончил военную академию имени Дзержинского. С 1993 года преподаватель, заместитель начальника факультета, начальник факультета Ростовского военного института ракетных войск имени маршала Неделина. С апреля 2013 года профессор кафедры социальных наук военной академии Республики Беларусь. Доктор военных наук, доцент, действительный член Академии военных наук Российской Федерации. Николай Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Только что мы с вами видели сюжет о принятии присяги военнослужащими срочной службы. Во многих странах идет дискуссия о необходимости такой службы. Я знаю, что тематика ваших кандидатской и докторской диссертаций как раз комплектования вооруженных сил. Скажите, можно ли и как в этом вопросе найти оптимальное решение? Вопросы комплектования вооруженных сил, они напрямую связаны с различными условиями и факторами. Это боевой состав вооруженных сил, это продолжительность контракта, это уровень профессионализации, это интенсивность перехода на контракт и в обязательном порядке это количество и качество военно обученного мобилизационного ресурса. Необходимо учитывать, что многие наши граждане, желая защищать свою родину, они свободно имеют право выбрать вопрос и прохождение военной службы для того, чтобы быть готовым в любой момент защитить свою страну. То есть, правильно ли я понимаю, вопрос баланса контракта и призыва имеет не только экономическое решение? Абсолютно. Это лежит в основе и культуры, и традиции. Мы находимся на своей земле, со своей историей. Нужно ни в коем случае не поддаться зарубежным откликам или репликам, что перейдите на комплектование на контрактный способ. Это не панацея. Николай Васильевич, вне зависимости от способов комплектования, армии готовятся к будущим противостояниям, а конфликты и сегодня непредсказуемы. Какие международные процессы определяют контуры войны и мира в настоящее время? Конторы войны и мира в настоящее время обозначают, прежде всего, геополитические процессы. И сегодня все геополитические вызовы и последних 20 лет, события в Югославии, события в Ираке, события в Афганистане, в Ливии, все, что происходит в Сирии и возможные события, которые мы ожидали в Иране, это цепь событий, я убежден, по тому, чтобы расчленить бывшее советское геополитическое пространство. Поэтому надо понять нам, белорусам, что сегодня идет как раз-таки геополитическое столкновение цивилизации. Но как раз-таки место Республики нашей Беларусь состоит в том, чтобы мы были сильными, чтобы мы были едиными, и мы это столкновение можем предотвратить. Правильно ли я понял, что сегодня от сплоченности нации зависит сама возможность конфликта с этой нацией? Совершенно правильно. Как только цивилизация видит, что нация сплочена, она просто будет снимать с повестки дня вопрос ее расчленения. Игорь Васильевич, совершенно справедливо, нынешний конфликт это в первую очередь противоборство ценностей и идей. Учитывается ли это при подготовке будущих офицеров? Слово офицер – это государственный. И мы пытаемся в своей работе как раз-таки передать, что стремясь стать офицером, вы берете на себя государственную ношу. А государственная ноша, она как раз-таки в балансе интересов как личности, так общества, так и в целом нашего государства. И вот когда вот это единство шаг за шагом на каждом виде занятий, в процессе повседневной деятельности, в каждом элементе распорядка дня на протяжении пяти лет воспитывать, тогда получается целостная личность, которую уже невозможно ее истронуть, и внести какие-то другие ему идеи и ценности. Не так давно еще в России при строительстве армии решили сэкономить на процессах воспитания и информационной составляющих. Сейчас мы видим, этот процесс свернулся и наоборот. И воспитательные структуры, и информационные возрождаются. Почему это происходит? К сожалению, вы правы совершенно, что этот перекос был. Когда сократилось количество офицеров практически в 3-4 раза, но было поднято там денежное содержание, и был ложный посыл, что деньги, мы платим деньги, а все остальное не надо, вы сами все остальное это сделаете. Вот в этом была глубочайшая ошибка. К счастью, сегодня это понято, это ошибка и стратегическим руководством Российской Федерации. Вот и происходят вот эти изменения, которые мы сегодня в вооруженных силах наблюдаем. У вас поистине уникальный опыт преподавания. Вы работали в военных вузах России, сейчас в Беларуси. Скажите, отличаются ли наши системы обучения и есть ли необходимость сближения армейских школ союзного государства? Серьезных вот таких изменений в процессе подготовки кадров нет. Я очень рад, увидев, что система в этом плане российских вооруженных сил и белорусских ничем не отличается. В этом залог успеха и в обучении, и в воспитании, а значит в целостности целом страны под названием Республика Беларусь. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. А я напомню, у нас в студии был профессор кафедры социальных наук военной академии, доктор наук, полковник запаса Корпеления Николай Васильевич. Секунды ценой в жизнь. В Минском метрополитене прошли учения контртеррористического управления КГБ Беларуси, в ходе которых бойцы специального подразделения обезвредили опасного преступника. О том, как это было, в сюжете нашего корреспондента. Минский метрополитен – мощнейшая транспортная артерия столицы. Ежедневно через 28 станций подземки проходит больше миллиона человек. Современный житель столицы и представить не может своей жизни без метро. Используя этот вид транспорта, добраться из одного конца города в другой можно менее чем за полчаса. При таком плотном потоке важно надежно обеспечить безопасность пассажиров. Все станции метрополитена оборудованы системами видеонаблюдения. Камеры работают в режиме нон-стоп даже при аварийном отключении электропитания. Данные с них поступают дежурным по отделам внутренних дел на транспорте и в диспетчерские службы метрополитена. Именно сюда пришел сигнал о том, что машинист электропоезда захвачен в заложники. На входе в метро злоумышленник бросил сумку. Предположительно, в ней находится взрывчатка. До приезда группы разминирования потенциально опасный предмет накрывают специальным локализатором. Этот небольшой ящик позволяет обезопасить людей и здания от действия взрывного устройства. В считанные минуты с территории станции эвакуируют пассажиров и технический персонал. С террористом, который потребовал приезда журналистов, работает специалист по переговорам. В то время как с преступником ведут переговоры, на одной из позиций дежурит снайпер. Если появится реальная угроза жизни заложника, то он сделает свой точный выстрел. Штаб, в который входят представители всех силовых структур, отрабатывает несколько вариантов действий. В конечном итоге принято решение использовать группу А. Используя особый тактический прием, спецназ проникает в первый вагон. Переговорщики выманивают преступника на перрон для заявления СМИ. Альфа начинает работу. Задержание длится ровно 8 секунд. Захват молниеносный. Действия бойцов оцениваются положительно. И в принципе не в первый раз они показывают высокий уровень профессионализма. Как на учениях, так и в боевой практике. То есть сомнений в их действии у нас никаких нет. Антитеррористические учения в метро – очередной этап подготовки силового блока Беларуси к совместным действиям. Подобные тренировки продолжатся и впредь. В ближайшее время спецподразделения проведут занятия на объектах, которые будут задействованы в ходе предстоящего чемпионата мира по хоккею. Ровесница военной контрразведки, младший лейтенант в отставке Клавдия Ивановна Андреева 40 лет отдала службе в органах безопасности. В ноябре этого года она отпраздновала свое 95-летие. Наша съемочная группа познакомилась с некоторыми страницами биографии ветерана. Да я даже не обращаю внимания, сколько меня нет. Жизнь идет, уже прожито все. Как посмотришь, боже мой, там была, там не верится. Ну не верится, нет. Память Клавдии Ивановны хранит немало знаковых событий 20 века. Коллективизация, комсомольские стройки, самый глубокий след оставила Великая Отечественная война. Летом 1941-го хрупкую миниатюрную девушку зачислили в штат 122-го истребительного авиационного полка. Работала с документами, помогала готовить оружие и парашюты, была связисткой. Спустя два года ее перевели в штаб 1-й воздушной армии. Первое время тяжело, конечно. Конечно, тяжело. Уставали. Да и, надо сказать, первое время как-то и кормили не очень. Обували сапоги. Я была меньше всех там, маленькая, и нога меньше всех. Полку-то мне давали сапоги большущие. Шинель-то длинная. Шапка какая-то рыжая была. Вот по снегу они все смеялись. Говорят, кто же смотрит, кто же там ползет, идет. Я и я ходила. К чему так и не смогла привыкнуть Клавочка, так это к потерям друзей. Случалось нехитрый солдатский гардероб, приходилось пускать на траурные повязки. Красный материал есть, а черный нет. Давай, давай, давай. Вон юбка. Ну, солдатский давай юбка. А то вон и брюки оденешь. Вот так. И я наряжала. Сколько я похоронила. Сидели вечером в комсомольческой собрании, смеялись, шутили. Ну, как молодежь. А утром не вернулся. Слезы. Комиссар как увидел. Я вас на передовую отправлю, если вы будете показывать свои слезы. Не смейте! Война – суровое испытание для мужчин. Что уже говорить о женщинах. А эти юные девчонки прошли через все круги ада. Газы там на одном участке пускали. Бомбили очень. Мы спали одно время в противогазах. Работали и спали в противогазах. Я печатала в противогазах. Страшно было. Привыкли потом. А первое время у меня сразу я стала сидеть. Клавдия Ивановна уже и не помнит, когда первый раз отправилась за линию фронта. Молва о находчивой инициативной девушке дошла до особого отдела. Отличное выполненное задание изменило ее дальнейшую судьбу. Комиссар говорит, вот надо нам, надо. Я солдата не могу, парня послать. Сразу обратят внимание. А ты лоточком завязали меня. Так вот одета, так вот фаршита. И я и ходила, проходила. Вот, понимаете. В первое время я говорю, мне страшно, я боюсь. Иди, иди, иди. Надо, надо. С 1-й воздушной армии Клавдия Ивановна прошла всю войну. Победу встретила в Восточной Пруссии под Кёнигсбергом. А с 1948-го младший лейтенант Андреева поступила в распоряжение отдела контрразведки МГБ СССР по Белорусскому военному округу. К этому времени она строго усвоила главный закон разведки. Язык за зубами. И все. И честно работать. Личные качества серьезной девушки, умеющей хранить секреты, с годами приумножались. Она до сих пор немногословна в рассказах о своей службе. Это же военные тайны. Мы же расписки давали. Не разглашать ничего. Клавдия Ивановна – частый гость в управлении военной контрразведки. Фотографии на стендах музея – реальные страницы ее жизни, возвращающие в пору молодости. Уже половина людей поумирали. Бои того нету, того нету. И тут вот я стою. На заслуженный отдых эта маленькая женщина ушла в 71 год. Даже сегодня, глядя на нее, поражаешься неиссякаемой энергией, оптимистическому восприятию мира, жажде жизни и молодости души 95-летней контрразведчицы. Вы смотрели «Арсенал». С вами был Сергей Соболь. Узнать о новостях «Армейской недели» и посмотреть эфирные программы телекомпании вы можете на нашем сайте www.yantv.mil.by. Всего доброго. До встречи на телеканале «Беларусь-1». «Беларусь-1» «Беларусь-1»